Здравствуйте! Мамина школа открыта для вас. Сегодня мы начинаем новый цикл передач, посвященный беременности, прекрасным 9 месяцам ожидания. И первая тема – это подготовка к беременности. Об этом мы поговорим с психологом Ириной Анатольевной Логиновой и с солисткой группы «Диамант» Натальей. А во второй части мы узнаем о том, что такое кризис лет и как себя вести родителям в этой ситуации. Об этом мы поговорим с нашими гостями. Это семья известного певца Романа Жукова, его супруга Елена и дочки Полина и Елизавета Виктория. Как это ни странно, но самое сложное в подготовке к беременности – это моральная подготовка. Многим людям очень сложно понять и осознать, что у них жизнь изменится, что появится новый член семьи и что все поменяется. Некоторые люди готовы стать родителями еще задолго до того, как найдут свою вторую половину. И когда они найдут, то никаких проблем нет. Они просто проходят какие-то медицинские обследования и готовы стать полноценными родителями. Некоторые люди, наоборот, так увлечены своими повседневными жизнью, своей карьерой, заботой, любовью, работой. Им совершенно не до семьи. Какие могут быть дети? А как путешествовать? А как работать? Где взять на них время? Нет, это все потом. Я вас уверяю. Но потом откладывать не стоит, потому что и путешествовать можно и с детьми, и работать можно, отдав ребенка в садик. И все это возможно. Ведь все вокруг живут, и прекрасно. А вот потом может оказаться уже поздно. А некоторые люди мечтают стать родителями, но по каким-то причинам это не удается. К сожалению. По медицинским показаниям или каким-либо еще. И они обращаются, они борются со своей проблемой, они ходят к врачу, консультируются, лечатся. Но никак это не получается. Вот что сделать? Как не потерять надежду? Как верить в чудо? И это чудо ведь действительно произойдет. Об этом мы поговорим с психологом Ириной Анатольевной. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Здравствуйте. Как таким родителям не потерять надежду? Ну, я думаю, что сейчас современная медицина так быстро развивается, что возраст матери уже не придел. Раньше там считалось, что 25-28 лет. Ну, старая родящая мама. Да, да, да. То есть сейчас, по-моему, после 30-ти, там, к 40-ка рожать это вполне нормальная вещь. Да. Поэтому, во-первых, у женщины есть много времени, как правило, для того, чтобы делать попытки. Вот. К тому же разнообразные, ну, средства есть, да. И в конце концов, так сказать, вот этого можно достичь. Если это вот совсем никак не удается, то... Если человек проходит лечение, ему все не получается, и все снова и снова, и у него уже нет моральных сил все, снова это начинать. Ну, наверное, следует тогда принять эту ситуацию. Ну, вот, да. Все равно когда-нибудь будет? Ну, нет, принять, в смысле отказаться от этой идеи фикс, вообще навязчивой, да. Потому что, в принципе, есть... Нет, но потом, ведь можно усыновить еще ребенка? Ну, можно. Можно усыновить ребенка. Можно заместить вот эти нереализованные родительские чувства какой-то своей другой деятельностью. Я не знаю, там, идти работать с детьми, зайти в какой-то проект и реализовать его, ну, заниматься благотворительностью, я не знаю, там, помогать животным. То есть чем-то себя занять, чтобы не зацикливаться на этой проблеме. Ну, да. И, может быть, через некоторое время опять вернуться к этому вопросу, и к тому времени медицина, может быть, еще что-нибудь придумает, и все-таки вы реализуете себя в качестве родителей. Часто так и случается, когда мама перестает зацикливаться на своем желании и занимается какой-то другой работой, вот потом вот такое чудо случается. А вот моральная подготовка тем мамочкам, которые уже хотят стать мамочками, все-таки еще боятся. Боже мой, ведь моя жизнь изменится, что мне с этим делать? Вот, Наталья, вы будущая у нас мамочка. Ну как, хотелось бы. Еще, конечно, не совсем, еще не в положении, но очень хочется, уже очень хочется. Вот я могу сказать, что, наверное, года три тому назад я еще думала, что нет, надо встать на ноги, надо и прям просматривать все ситуации в своей жизни. В принципе, я сейчас этого не отрицаю. Просто я понимаю, что, наверное, сейчас я уже готова, и я очень хочу стать мамой. Но меня все-таки все равно где-то в глубине души пугает вот эти изменения. Я думаю, а как, вот следующая весна, вот лето, а я же куда-нибудь поехать хотела. Думаю, а как же я с животиком? А вот, а, там, карьера, ой, придется отложить. А вот и так далее, и так далее, и далее, и далее начинаются какие-то мысли о том, что, ну, как-то жизнь изменится, а вот потом ребенок, еще что-то. И вот это немножко пугает иногда все-таки. То есть очень сложно прямо принять такое решение, что вот все, я буду, хочу быть, я хочу быть мамой, я, как бы, наверное, я уже почти готова. Ирина Анатольевна, как развеять страхи Натальи? Думаю, пользоваться поддержкой окружающих людей. Вот для будущей мамы это очень важно, когда есть там, ну, муж или друг, или бабушка, или кто-то, кто... То есть если она будет знать, что с появлением ребенка она не останется одна, я обязательно помогу. Да, да, да. Ну, в принципе, да, у меня это и поддерживает, потому что я уже с мамой обсуждала этот вопрос, и с мамой... То есть вы уже готовитесь, и подготовка к беременности маленькими шажочками и начинаете. Но ведь это правильно, так и должно быть. Ну, я чувствую, что скоро, что вот уже вот прям должно быть скоро. Я очень хочу. Это правильно, когда эта мысль вынашивается, когда ребенок появляется уже долгожданный, ожидаемый, и когда мама уже, ну, всем сердцем, всем телом, всем вообще хочет, что у нее появится это чудо, частичка ее, и что она будет наслаждаться этим моментом, а не бояться этого. Да, это очень правильный какой-то путь. А вот как, если мужчина, вот, например, психологически не совсем готов к ребенку? Намекать, говорить. Я бы очень хотела, чтобы у меня был ребенок. Допустим, подносите. Елена поделится с нами наши секреты. Ну да, я, на самом деле... Вот у вас какой был этот период подготовки к беременности? Я всегда говорила очень ли не каждый день, хочу ребенка, хочу быть молодой мамой. Получается, что Елена у нас была абсолютно готова к беременности и даже готовила мужа своего, Роман. Наталья, ну а вы планируете вот пойти к врачу, то есть все по правилам, бросить вредные привычки, заняться здоровым образом жизни, диета, правильное питание? Вот вы как себе это представляете? Ну я, в принципе, вот как раз-таки и мне очень интересен этот вопрос. Я вот как раз узнаю информацию по поводу вот как, что нужно, как обследоваться. Еще я слышала, что вроде как нужна группа крови, чтобы совпадала у отца и у матики. Резус фактор. Да, там. И меня этот вопрос очень волнует. Я просто не знаю, как к этому подойти. То есть это как-то надо начать, как-то куда-то пойти. Необходимо сказать о подготовке к беременности. Желательно, чтобы беременность была желанной и планируемой. Перед беременностью желательно санировать все очаги инфекции, такие как кариозные зубы, больные миндалины. Если есть какие-то половые или неполовые инфекции, их тоже желательно вылечить до беременности. Также необходимо обследовать функцию основных органов и систем. Это желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистая и мучеводелительная система. Если есть какие-то проблемы, их нужно выявлять и лечить соответствующими специалистами. Также в комплекс подготовки к беременности входит и витаминотерапия, и психопрофилактика тоже обязательно. У нас, к сожалению, это не модно. Подготовка к беременности. Что это такое? Но на самом деле это же действительно серьезный вопрос. Это, наверное, нужно, чтобы избежать... Учет по беременности с Лизаветой. 34 или 33 недели. Даже так? Да. Я все-таки заблаговременно, особенно с Артемием, я ходила к врачу, узнавала, сдавала анализы. И просто в женской консультации вы придете и скажете, что вот я хочу стать мамой, что мне для этого нужно. И участковый врач выпишет вам направление. Наличие каких-то заболеваний у мамы еще, таких как заболевания сердца, печени или почек, может осложнить течение беременности, привести к тяжелым формам токсикоза. И, как правило, во время беременности обостряются хронические заболевания, поэтому лучше их пролечить или ввести хотя бы в состояние ремиссии до беременности. Но ведь не только, не только же мне нужно, но, наверное, и будущему отцу, наверное, тоже нужно вместе. Да, да. Все это проходить нужно, наверное, вместе, потому что... Ну, вы будете в женской консультации, он будет в поликлиниках, да, он будет в той же самой поликлинике, вам надо будет сдать анализы крови, то есть все необходимые анализы, которые будут подтверждать, что у вас ребенок будет в безопасности. Обязательно надо так сделать. Будем к этому готовиться. Да, то есть ничего бояться не надо, врач женской консультации с удовольствием проконсультирует и расскажет вам все, что необходимо сделать. Ну, чтобы врач еще хороший попался. Я тоже. Как не находиться под влиянием какого-то негативного отношения, как не переживать, потому что вот я, в принципе, тоже помню, когда я была беременна, вот что-то сказали, ой, у вас что-то нехорошие анализы, все, паника, а, нехорошие анализы, что же это будет, там моему ребенку плохо. Вот как настроиться мамочке, чтобы не быть подвластны этими страхами, этими вот всякими угрозами, вот этими негативным отношениями, вот как себя вести? Ну, надо помнить, что врачи в своих рекомендациях, они также стремятся себя обезопасить. И они могут прогнозировать или предполагать худшее, чем оно на самом деле. Но они часто ошибаются. Бывает, что и так. И поэтому выбор врача – это тоже дело такое серьезное. Очень хорошо, вот, ну, чтобы мама чувствовала, что вот это тот врач, которому она доверяет, потому что часто беременную женщину врач везет от начала до конца беременности. Ну, там, я, конечно, так вот думаю, что следует внимательно относиться к выбору клиники, в которой ты собираешься рожать, к выбору врача, который тебя будет вести, и отслеживать, доверяешь ли ты ему, да. Подготовка к беременности необходима для того, чтобы вы получили удовольствие от беременности, чтобы беременность вызывала у вас только положительные чувства. Для этого вы должны быть уверены в себе. Приходите к врачу, обследуйтесь и решайте все с ними необходимые вопросы. Советую не пренебрать квалифицированной помощью врача для того, чтобы беременность протекла гладко и вы родили здорового ребенка, и сами остались здоровы. Таким образом, для подготовки к беременности вам нужно отказаться от вредных привычек, хотя бы немножко постараться вести здоровый образ жизни, включая спортивные, физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, правильное питание. И еще один пункт – надо заранее выбрать клинику и врача, и познакомиться с этим врачом до того, как ваша беременность наступила, войти с ним в эмоциональный контакт, и тогда она уже вам расскажет, какие медицинские обследования надо пройти до того, как забеременеть. И все у вас будет прекрасно, я уверяю вас. Ну вот расскажите, известная песня Романа Жукова «Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики». У вас две дочки – Полина и Елизавета Виктория. Мальчики планируются? Ну, не от меня зависит. Я думаю, будем надеяться, будем ждать. То есть двое детей – это не предел? Нет, я вот, у меня как бы задумано семь. Семь даже? Ну вы, то есть, собираетесь стать матерью героини? Ну, я считаю, что вот один ребенок – это вот еще не семья. Двое детей – ну, это наполовину. А уже когда там три, четыре, пять, это уже там, уже как такая сильная... Вы настоящая мамочка. Хочется. Пока я вот двоих детей не ощущаю. Мне хочется вот пять, семь... Поговорим о Полиночке. Вот мы видим, что она действительно... Полина – это папа. Копия папы. Копия папы такая, активная, творческая личность. Она даже уже смотрит какой-то клип и уже так возьмет что-нибудь и начинает петь уже так вот подпевать. Елена, вот сколько ей лет? Ей только вот исполнилось два года. Два года. Значит, скоро у нас уже будет кризис трех лет. То есть он начинается у нас где-то с двух с половиной лет. И вы знаете о том, что это такое кризис? Ну, я уже представляю, я уже смотрю, вот, как она себя ведет. И, конечно, ребенок очень тяжелый. Да? А давайте узнаем у психолога, это тяжелый ребенок или это нормально? Может быть, это действительно готовится она к кризису трех лет? Ирина Анатольевна, расскажите. Ну, я скажу сначала немножко про два года. И что вот капризное поведение ребенка в два года – это вообще нормальная ситуация. Потому что детям этого возраста свойственно, ну, тестировать родителей своих, проверять устойчивость границ своих родителей. И поэтому они могут, ну, что-то делать из-под тяжка и смотреть, вот, как вообще, да, как мама отреагирует на это. Это вот про два года. И часто, вообще, конечно, родители чувствуют себя вот измотанными от упрямства детей в этом возрасте. А они считают, что это ребенок виноват? Ну, это... Что он непослушный? Ну, оно так складывается. Это не потому, что ребенок такой, а потому что во взаимодействии ребенка с родителем – это нормальные вещи. Ну, вот познавательная деятельность – это активно. Да, я вижу, что активность. Переливая активность. Знаете, когда у меня моя Вероника трехлетняя это делает, муж сердится, я говорю, ну, подожди, это познавательная деятельность? Это нормально. Ребенку хочется знать, но что произойдет, если перелить одну воду из чашки в другую? Ирина Анатольевна, ну, вот кризис трех лет. Давайте поговорим, что это вообще такое? Почему он происходит? И почему трех лет? Ну, кризис трех лет называют кризис «я сам». Да. И в это время ребенок по-новому осознает себя. Ребенок в три года понимает, что он уже очень много чего умеет, он уже накопил очень много, он усвоил из окружающей среды очень много умений. И он хочет пробовать экспериментировать со своими достижениями. Все делала либо мама, либо они делали вместе. Ну, да. Сейчас ребенок понимает, что он сам это может сделать. Да. И вот очень важная вещь в три года, которая формируется, это воля. То есть ребенок будет делать так, потому что он так решил, и он будет так делать. Вот воля – это новообразование как раз трехлетнего возраста. То есть развитие самосознания – это ключевой момент развития воли. И все это сопровождается, конечно, такими вещами, которые родителям обычно неудобны. Упрямством, заявлениями «я хочу», «я буду» или «я этого не буду делать». То есть если у нас ребенок становится капризным, это не значит, что он непослушный. А это значит, что что-то в нем происходит такое, что вот он не может сам понять, и это выражается вот в непослушании, в капризничестве. И вот, то есть самый главный симптом – это «я сам». Когда ребенок начинает говорить «я сам», значит, нам надо быть начеку, значит, ребенка начинается кризис трех лет. Ну да. И вот, в принципе, бывает такое развитие ребенка, которое протекает без кризиса. Так, то есть такое возможно? Такое, в принципе, возможно, но бывает такое очень редко. Вот, это возможно предотвратить, если очень внимательно наблюдать за тем, что появляется в психике ребенка новое. Обычно родитель не успевает за развитием своего ребенка. Ребенок движется быстрее, чем родители успевают приспособиться к нему. То есть только мы привыкли, что он капризный, а он уже перестал. Да, только мы привыкли к тому, что ребенку там два года, и что вот она ведет себя так, ты приспосабливаешь к этому, а у нее уже что-то новое появляется. И как бы родители все время запаздывают. И вот если родитель не будет запаздывать, тогда он будет более внимательным, и как-то лучше понимать потребности ребенка, тогда кризиса, в общем, не будет, можно так сказать. Да, но мы говорили, что кризис – это как раз-таки такая отправная точка для дальнейшего развития. Вот что ждет? Вот слово «кризис» само по себе означает «переходный момент». То есть кризисный момент – это такая точка, от которого зависит жизнь в будущем. И она может пойти в разные направления, в разные русла. От чего зависит? Пойдет в положительный или в отрицательный? Ну вот какие уроки ребенок вынесет из вот этого кризисного периода, вот как он научится по-новому осмыслять окружающий мир и реальность. И в этом смысле, конечно, функция родителей, мне кажется, заключается в том, чтобы предоставлять ребенку пространство и время для освоения окружающего мира. И в то же время обеспечивать ребенку безопасность. Да. То есть разрешать познавать, но не разрешать залезать пальцами в розетку. Ну, да. То есть совершенно верно. Так вот, Рира, просто ему говорила. Да, да, да. То есть если родитель будет понимать потребности ребенка, если будет идти в ногу вместе с развитием ребенка, тогда из этого кризиса у нас получится положительная тенденция к развитию. Ребенок будет развиваться правильно. Да. А если родитель будет постоянно ругать ребенка, говорить, что ты должен слушаться, и унижать ребенка, и как бы делать его зависимым, тогда развитие ребенка у нас становится под сомнением, насколько самостоятельная личность будет. Я правильно понимаю? Это губительно не только для развития личности ребенка, но и для развития его способности. Потому что развитие способностей ребенка, благоприятный период для их развития, это как раз дошкольный возраст. И какие способности? Самые разные. Общеумственные способности, спортивные, математические способности, лингвистические. Музыкальные способности до трех лет, оказывается, только можно. Да, музыкальные, говорят, развиваются очень рано. В принатальном периоде и до трех лет. Но для того, чтобы способности развились, здесь ребенок должен жить в музыкально обогащенной среде. Ну, я думаю, здесь у нас проблем не будет. Например, допустим, я когда была беременна с Полиной, я до девятого месяца ходила, допустим, на дискотеке, допустим, летала везде. Ну, почему же мы удивляемся, что она такая активная? Она же танцевала постоянно. Она вот у нас поэтому такая, вот шустренькая. А с Лизой я немножко была спокойнее. Ну, вот как нам научиться понимать ребенка? Я думаю, что нужно внимательно наблюдать. Мне кажется, что есть отличное средство понимать детей. Это очень внимательно наблюдать за тем, что ребенок делает. Потому что любое поведение ребенка, оно связано с тем, что за любым поведением кроется какая-то потребность ребенка. И хорошо бы матери уметь уловить, какая потребность ребенка кроется за той или иной формой поведения. За капризами, за агрессией, за привязчивостью ребенка. Всегда кроется какая-то его неудовлетворенная потребность. Единственное средство – это внимательно наблюдать за ребенком. Ну да, конечно, надо наблюдать. И при этом что-то говорить нельзя. Потому что все-таки всякое бывает. Чайник горячий, там вот я вот все пытаюсь прятать. У меня все спрятано. В этом смысле, конечно, это обеспечение безопасности. Иди налью, солнышко. Ну вот сейчас у нас у Елизаветы Виктории потребность в еде. Она об этом маме своей доложила. И мама точно ее поняла и предложила ей удовлетворить ее потребность. Ну, взять, допустим, когда ребенок кричит, я уже начинаю понимать так. Или она сходила в туалет. Или, допустим, хочет кушать. Или ей скучно. Потому что у нее, вот у Елизаветы, всякие погремушки музыкальные. Все у нее там, даже от Полиночки все осталось. Так что… Ирина Анатольевна, давайте вот сформируем несколько коротких правил, как себя мамам и папам вести, когда у ребенка кризис трех лет. Быть терпимым, устойчивым, понимать, что это нормально, что это пройдет. И что это нужно для ребенка. Да, и что это важный период для развития ребенка. Спасибо большое, Ирина Анатольевна. Семейного вам счастья, дальнейших пополнений. Спасибо. И музыкально одаренных, развитых, способных детей. Для этого все предпосылки есть. Очень рада, что вы пришли к нам в гости. Я тоже. Спасибо. Ну что ж, присылайте нам свои сообщения по электронному адресу и по почте. Мы обязательно ответим на них. И помните, воспитание ребенка – это прежде всего воспитание родителя. Ваш малыш будет правильно развиваться, если вы сами будете сеять в ногу вместе с вашим ребенком, вместе с его развитием. С вами была Наталья Политаева. Семейного вам счастья и до новых встреч.